Он не вышел Над помостом, по канату, по канату Натянутому, как нерв Посмотрите, вот он, без страховки идет Чуть правее наклон, упадет, пропадет Чуть левее наклон, все равно не спасти Но должно быть ему очень нужно пройти Четыре четверти пути И лучи его с шага сбивали И кололи, словно лавры Труба надрывалась, как две Крики браво его оглушали А литавры, а литавры Как опухон по голове Посмотрите, вот он, без страховки идет Чуть правее наклон, упадет Пропадет чуть левее наклон, все равно не спасти Но теперь ему меньше осталось пройти Уже три четверти пути Ах, как жутко, как смело, как мило Бой за смертью Три минуты Раскрыв в ожидании рты Из портера глядели, уныло Лилипуты, лилипуты Казалось, ему с высоты Посмотрите, вот он, без страховки идет Чуть правее наклон, упадет Пропадет чуть левее наклон, все равно не спасти Но спокойно ему остается пройти Всего две четверти пути Он смеялся над славою бренной Но хотел быть только первым Такого попробуй угробь Не по проволоке, над ареной Он по нервам, нам по нервам Шел под барабанную дрот Посмотрите, вот он, без страховки идет Чуть правее наклон, упадет Пропадет чуть левее наклон, все равно не спасти Но замрите, ему остается пройти Не больше четверти пути Закричал дрессировщик и звери Клали лапы на носилки Но прост приговор и суров Был растерян он или уверен Но в опилке, но в опилке Он пролил досаду и кровь И сегодня другой без страховки идет Тонкий шнур под ногой упадет Пропадет вправо влево наклон И его не спасти Но зачем-то ему тоже нужно пройти Четыре четверти пути Добрый вечер, дорогие друзья Здравствуйте, уважаемые гости и телезрители Первого канала Стало уже доброй традицией Отмечать день рождения Владимира Семеновича Высоцкого И я, Валерий Золотухин Вместе с Ириной Линд Актрисой нашего театра на Таганке Рады быть ведущими этого вечера Общаться с нашими гостями И вместе с вами Слушать песни Владимира Высоцкого В исполнении наших замечательных артистов И сегодня здесь, в студии Первого канала Создана атмосфера парижского кафе И не только потому, что 2010 год Это год России во Франции Но и потому, что с этой страной в жизни Высоцкого Были связаны очень многие важные события Он неоднократно бывал в Париже Он был женат на французенке Марине Владе Там с успехом гастролировал театр на Таганке Где играл Владимир Семенович В 77 году в Париже Владимир Высоцкий издал свой первый диск Гигант натянутый канат В него вошли песни Которые не могли быть изданы в Советском Союзе И сегодня первый канал и фонд Владимира Высоцкого Представляют новый диск Натянутый канат 33 года спустя Где песня Высоцкого спели наши современные артисты В сон мне желтые огни И хриплю во сне я По времене По времене Утро мудренее Но и утром Все не так Нет того веселия Или куришь На тощах Или пьешь С похмелья Эх, раз, да еще раз Да еще много, 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 много раз Да еще раз Еще много, много раз В кабаках зеленый штоп Белые салфетки И рай Для нищих и шуток Мне ж как птица в клетке В церкви смрад И полмрак Диаки курят ладом Нет И в церкви все не так Все не так, как надо Эх, раз, да еще раз Да еще много, 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 много раз Да еще раз Все не так, как надо Я на гору В побыхах Чтоб чего не вышло На горе Стоит овиха А под горою бижня Хоть бы склон Увидь плющом Мне бы то отрада Эх, колбы что-нибудь еще Все не так, как надо Эх, раз, да еще раз Да еще много, 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 много раз Да еще раз Все не так, как надо Я тогда по полю В горьи Светом манит Бога А в чистом поле Васильки И дальняя дорога Вдоль дороги Рез густой С бабами Ягами А в конце Дороги той Плаком С топорами Где-то кони Плясут в старт Не ходя и плавно Вдоль дороги Все не так А в конце Подавно И ни церковь И ни канак Ничего не света Нет, ребята Все не так Все не так Ребята Эх, раз, да что ли Да еще раз, да что ли Да еще много, 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 много раз Да еще раз Все не так Ребята В 1977 году театр на Таганке побывал на гастролях во Франции И сегодня у нас в гостях актеры, которые были на этих гастролях Это Вениамин Борисович Смехов Здравствуйте И Валерий Сергеевич Золотухин Когда мы говорим о Володе То, конечно, надо прежде всего вспоминать спектакль Гамлет Собственно говоря, из-за Гамлета Володя там и был на этих гастролях И жил он, что нас не смущало Дома у Марины, Влади Ну, меня смущало Вот, но нас немножко, если не смущало То, может быть, нам бы хотелось его видеть И чтобы он нам показал Париж с этой стороны Вот, вот, вот А вот Но Володя, был Володя Все равно где-то на третьем Гамлете То есть когда уже, не знаю, раскатался гастроли Уже были полмесяца мы там работали Короче говоря, через сколько-то там 10-12 дней Володя сказал После Гамлета не разбегайтесь Я вас везу кормить Оказалось, что в латинском квартале Жила знаменитая сестра Знаменитой Марины Она была маркизой, по-моему И нас повезли Мы подъезжаем ворота Ах, лестница Ох, значит, это ноябрь месяц Мы в каких-то там шкурах Мы входим, ищем гардероб Гардероба нет Володя говорит Бросайте прямо Как есть Оказывается, это большой зал Это есть по ихнему гардеробу И мы входим в следующую залу И на ней стоит гигантский стол И, значит, всякое такое А у стены уже более знакомые блюда Называется водка А Володя, как именинник Потирает руки А мы ждем, что будет Ну, короче, он договорился С этой всей комарилией С кулинарией Открываются двери И, значит, темнокожие Какие-то, значит, слуги Вносят гигантские тигли Какие-то, на которых Огромная Как бы, так сказать Тазик, сказать, неудобно По-французски Ну, что-то вроде такое Тазообразное Открывает крышка Гречневая каша с котлетами Вот Мы недолго страдали И удивлялись Потому что все-таки Были салаты французские настоящие И сыры были, какие надо Но и гречневой кашей Отведали Ну, хорошая Человекообразная И котлеты были приличны Я позволю себе вернуться К началу твоего рассказа Дело в том, что Высоцкий Нас встречал в Париже Потому что в сентябре 77-го года Он записал вот этот Диск Гигант Я купил этот диск В Париже И пожалел суточных 70 франков Да Кстати, в России на черном рынке Он стоил 70 рублей А в первые годы работы театра на Таганке Я получал 75 рублей в месяц Но рубль был дороже, чем эта поганая валюта Ну, если что Здесь на этом диске написано Валерию Золотухину, соучастнику банки Сибирскому мужику и писателю С дружбой Высоцкий Он подписал это В Марселе Что нам остается Нам остается послушать Еще одну песню Из нового диска Натянутый канат 33 года спустя Я скачу Но я скачу иначе По камням По лужам По расе Бег мой назван Иноходью Значит По-другому То есть Не как все Мне набили Раны На спине Я дрожу Боками у воды Я согласен Бегать в табуне Но не под седлом И без узды Мне Сегодня Предстоит Бороться Скачки Я сегодня Фаворит Знаю Ставят все Найноходца Но не я Шокей На мне Хрипит Он вонзает Шпоры В ребра мне Зуба скалят Первые ряды Я согласен Бегать в табуне Но не под седлом И без узды Нет Не будут Золотыми горы Я последним Цель пересеку Я ему Припомню Эти шпоры Засбою Отстану На скаку Кулакал Шокей мой На коне Он смеется Предвкушением Сды Ах Как я бы бегал В табуне Но не под седлом И без узды Что со мной Что делаю Как смею Потакаю Своему врагу Я собою Просто Не владею Я прийти Не первым Не могу Что же делать Остается мне Выпросить Шокеем моего И бежать Как будто В табуне Под седлом В узе Но без него Я пришел А он В хвосте Плетется По камням По лужам По разе Я впервые Не был Иноходцем Я стремился Выиграть Как все Позвольте мне Представить Замечательного Режиссера Народного Артиста России Петра Ефимовича Тодоровского Петр Ефимович Вы познакомились С Высоцким В 60-х годах Как вы Относились К творчеству Высоцкого Дело в том Что это все Происходило В Одессе Наш дом Стоял напротив Киностудии Через дорогу И однажды У нас был Такой Сабантуэ Дома Был и Швейцар Был и Куциев Был и Венгеров И они привели Молодого Замечательного Парня С гитарой С шестистронкой С семистронкой Ну такой дешевый Магазин Магазинная гитара Да И Когда он начал петь Слушал За умолкли И он напел Бесконечно Просили Он пел А дом наш был Построен для работников Искусств Уже час ночи Окна распахнуты Лето Все такое Дворничих Уже второй раз Кричит снизу Прекратите Что вы делаете Люди Завтра на работу Но уже остановить Невозможно было И наконец Она приводит Участкового Молодой Милиционер Заходит Очень строгий Зашел И увидит Высоцкий Снимает свою фурашку Разрешите Я послушаю Высоцкий Петр Ефимович Да Бегство Мистера Макинга Вы участвуете Вместе с Высоцким В кинопробах Замечательный режиссер Михаил Швейцер Швейцер Нам наклеили Гормоны Усы И мы Володь что-то пел А я что-то Подыгрывал Это чтобы создать Какую-то атмосферу Я один раз Только видел Эту съемку Слава Богу Сохранили Вот говорят Что сохранилось Мы ее сейчас посмотрим Большие люди Босс и крест Имеют страсть К ракетам А маленьким Что делать Без Оружия В мире этом Гляди вон тот Ханыга В кармане денег нет Но есть в кармане фига Взведенный Пистолет Мечтает он Об ужине Уже с утра и днем И пиджачок об ужине Топорщится на нем И с ним пройдусь Охотная Под вечер Налегке Смыкая пальцы Потные На спусковом Крючке Я целеустремленный Мана Леонов И сказал Убрать эти песни Это не мое Вот такая печальная история Спасибо, Петр Ефимович Так дымно Что в зеркале нет Отражение И даже напротив Не видно Лица И пары Успели устать От кружения И все-таки И все-таки я Допою до конца Все нужные ноты Там оно Сыграли Сгорело Богасло Вино В бокале Минутный порыв Говорит Про И лучше мне молча Допить Пока Полгода Не балует солнце Погода И души застыли Под коркою Льда Не видно Напрасно Я жду Ледо Дохода И память Не в силах Согреть Холода Все нужные Ноты Давно Сыграли Сгорело Богасло Вино В бокале Минутный порыв Говорит Про И лучше мне Молча Допить Бокал В оркестре Играет устало Сбиваясь Смыгается Молча Молча Бокал Бокал Молча 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 Будет чудо восьмое и добрый прибой Моё тело моет живою водой Море божья роса с меня снимет табу Сдует мне паруса, будто жены на лбу Догоню я своих, догоню и прощу Позабывшую помнить армаду и команду свою Я обратно пущу Я ведь зла не держу на команду Только, кажется, нет больше места в строю Плохо шутишь, корвет, потеснись, раскрою Как же так? Я ваш брат, я ушел от беды Полевее фрегат, всем нам хватит воды Да чего ж вы дошли? Значит, что ж мне уйти? Если был на мели, дальше нету пути Разомкните ряды, все же мы корабли Всем нам хватит воды, всем нам хватит земли Этой обетованной, желанной И колумбовой, и магелланной Ежегодно в день рождения Владимира Высоцкого Фонд и музей Владимира Высоцкого Вручают премию его имени Сегодня состоится 13-я церемония вручения премии Своя колея Премия вручается людям, которые нашли в жизни свою колею Которые не изменяют своим принципам и убеждениям И способны твердо идти своей и только своей дорогой На сцену приглашаются Заместитель министра культуры Российской Федерации Екатерина Эдуардовна Чуковская И директор благотворительного фонда Владимира Высоцкого Его сын Никита Владимирович Высоцкий Еще один принцип присуждения этой премии Что это те люди становятся лауреатами Кого можно назвать героями песен Высоцкого Кому сегодня он посвящал бы свои песни Представляем вам первого лауреата премии Высоцкого за 2009 год За многолетнее самоотверженное служение российскому спорту За успешную работу со сборной России За поднятие престижа отечественного хоккея Лауреатом премии Владимира Высоцкого в 2009 году Стал заслуженный мастер спорта Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Аркадьевич Быков Я, конечно, принадлежу к тому поколению Которое помнит еще советский хоккей Когда для нас не стоял вопрос, кто выиграет Мы знали, что всегда выиграет сборная СССР Вопрос стоял, с каким разрывом, с каким преимуществом И потом 15 лет Ну, в общем-то, это были очень унизительные годы Они совпали с годами, когда вообще много унижений Переживала наша страна и наш народ И люди, которые искренне любят нашу Родину Вы сделали больше, чем просто выиграли Вы вернули нам чувство собственного достоинства Чувство национальной гордости Это гораздо больше значит, чем просто спортивная победа И я, конечно, хочу пожелать вам и победы на Олимпийских играх Я счастлив и горд, что стал лауреатом премии великого поэта Считаю, что это признание той работе, тому труду и той страсти С которой и ребята, и вся наша команда добивалась победы Значит, мы поем хорошую песню Спасибо Представляем вам второго лауреата премии Высоцкого «Свояк Алия» за 2009 год За мужество и верность к гуманистической традиции российской медицины За неутомимость и милосердие За безответную любовь к человеку Лауреатом премии Владимира Высоцкого в 2009 году Стала главный врач первого московского хосписа Вера Васильевна Миллионщикова Поскольку сегодня премия связана с поэзией То я бы хотел прочитать стихи Нет, не Высоцкого Лёгкой жизни я просил у Бога Посмотри, как мрачно всё кругом Но ответил Бог Пожди немного Ты ещё попросишь о другом Вот уже кончается дорога С каждым годом тоньше жизни нить Лёгкой жизни я просил у Бога Лёгкой смерти надо бы просить Это стихи практически неизвестного у нас поэта Фамилии вот Хоржецкий Удивительная перекличка у поэтов И если вспомнить Высоцкого Вот я вспоминаю финалы его двух стихов И финалы, они очень близки друг сходятся очень Поскольку одна тема получается Последние две строчки Немецкий снайпер дострелил меня Убив того, который не стрелял И другие стихи его Нам и места в землянке хватало вполне Нам и время текло для обоих Всё теперь одному Только кажется мне Это я не вернулся из боя Вот это пересечение Это ощущение себя как части бытия И в этом смысле То, чем занимается Вера Васильевна И с её коллегами Это совершенно невероятно И Вера Васильевна, я вас поздравляю Мне выпала большая честь Вручить вам диплом Премии «Своя колея» Владимира Висоцкого Человеку с большим сердцем Который, несмотря на очень большие трудности Не свернул с коллеги И создал дом для людей Которые обречены И многие хотят видеть Доброту и отношение к себе До последнего И я преклоняюсь перед такими людьми Спасибо вам большое За то доверие Которые вы оказали мне Я скажу самую банальную вещь Две вещи банальные скажу Самое главное Это, мне кажется Поступать с людьми так Как ты бы хотел Чтоб поступали с тобой И второе Мы всегда недополучаем любви Как бы нам ни казалось Что мы любим Я хочу нам пожелать всем Постоянно помнить о том Как нам нужна любовь Абсолютно всем До самого-самого конца Мы продолжаем церемонию награждения Я представляю вам Третьего лауреата премии Высоцкого «Свояк» Илья за 2009 год За высочайший профессионализм Личное мужество И решительность В экстремальной ситуации За многолетнее служение Российской энергетики За умение вести за собой людей На труд и на подвиг Лауреатом премии Владимира Высоцкого В 2009 году Стал ведущий инженер Производственно-технической службы Саяна Шушенской ГЭС Ильдар Маратович Багаудинов Перед нами настоящий герой Не киношный В кино очень легко Идти навстречу опасности А в жизни это очень трудно Принимать такие экстремальные решения В экстремальных случаях Это может быть только герой Просто этот герой Потом оценивается людьми Что это героический постудок А в тот момент Когда вы это делали Вы наверное об этом не думали Вы просто думали Что это надо И вот это настоящий героизм Большое вам спасибо Огромное Низкий поклон Говорят в России Да Но во время войны были герои На абразуру бросались А сейчас в России Ничего у нас доброго нет Россия не умерла Россия живет Пока есть такие люди Я поздравляю вас Иногда мы в жизни Много раз становимся героем потом Вот если бы да как бы Иногда лишний раз Совершить Лучше совершить поступок Чем потом не жалеть ни о чем И у меня было очень много Хороших помощников Которые эту колью В свою колью Не покинули Я эту награду Рассматриваю как награду Всем саянцам Спасибо Кто-то высмотрел плод Что не спел Не спел Не спел И что голос имел Не узнал Не узнал Может были с судьбой Нелады Нелады Или со случаем Плохи дела Дела А тугая струна Нелады Нелады С незаметным изъяном Легла Он начал робко С нотой С нотой А тугая струна С нотой С нотой С нотой И не спеша И не спеша С нотой С нотой Он знать хотел Все от и до Но не добрался Он не до Не до догадки Не до дна До дна Не докопался До глубин И ту Которая одна Недолюбил 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 Смешно Не правда ли Смешно Смешно Он спешил Недоспешил Осталось Недорешено Все то Что он Недорешил Недорешил Единою буквой Не лгу Не лгу Он был Чистого слога Слуга Слуга Он писал Есть стихи На снегу На снегу К сожалению Тают Снега Но тогда Еще был Снегопад Снегопад И свобода Творить На снегу На снегу И большие Снежинки И град Он губами Хватал На снегу На снегу Но к ней В серебряном Ландо Он не добрался Недор Не добежал Бегун Беглец Беглец Не долетел Не долетел Не доскакал Не доскакал А звездный знак Его телец Холодный Млечный Путь Лакал Смешно Не правда ли Смешно Смешно Когда секунд Не достает Недостающее Звено И недолет И недолет И недолет И недолет И недолет Смешно Не правда ли Ну вот И вам смешно И даже мне Конь на скаку И птица В лед По чьей вине По чьей вине По чьей вине Многие песни Владимира Высоцкого Посвящены Смелым Сильным Мужественным Людям Для которых Он писал Свои песни И сегодня За нашим столом Замечательные спортсмены Олег Иванович Романцев Погрешающий Футболист Тренер Спартака Лауреат Премии Своя колея Двукратный Олимпийский Чемпион Вячеслав Аркадьевич Быков Ну и Что ж Легендарный Вратарь Сборной СССР Владислав Иванович Третьяк Я хочу сказать Что нам с Вячеславом Очень приятно Сегодня находиться Здесь Почему? Потому что Владимир Высоцкий Начинал свою карьеру С хоккея Вы знаете об этом? Да Он хотел быть хоккеистом Потому что хоккей Очень популярный В нашей стране Особенно в то время У меня тут есть Видите Что он хотел быть Строителем А у меня вот Он сам нам рассказывал Что он хотел быть хоккеистом Но Слава Богу Он не стал хоккеистом Потому что Неизвестно Что бы из него получилось А вот артист Он конечно великий Суминаю те времена Когда сборная Советского Союза Приезжала к вам Вы помните На Таганку Мы дружили Я никогда не забуду Когда Владимир Пригласил меня На Гамлет Я вообще Не ожидал Что он может Сыграть такую роль Тяжелую И я пришел с супругой И вошел в зал И смотрю Он сидит И играет на гитаре Я так это Сказал Ой здравствуйте Все А он Ноль внимания Я так думаю Он что-то пригласил Даже не здороваться Со мной Вот А потом понял Что он настраивается На такой Спектакль тяжелый И я тоже В свое время Когда играл За два часа Ни с кем не разговариваю Почему-то Потому что надо настроить Надо себя подготовить Владислав сейчас сказал Что Имел честь Быть на концертах В театре Сейчас Другое поколение Другая молодежь Но эти песни Мы слушаем Трудно сказать По популярности Хоккей Или Феномен Высоцкого Но что Объединяет Нас Это страсть Жить здесь И сейчас И вот Мы стараемся Сейчас Со своей Немножко Колокольни Привить Эту страсть Нашим ребятам Которые выходят На поле Сейчас Часто говорят Что в наше время Из всех окон Песни Высоцкого Мы слушали С удовольствием Слушали Подпольное иногда Слушали Я в Сибири И летал На самолетах Еще с пропеллерами Таких стареньких Военных самолетах Когда в футбол играл Мы останавливались Погода плохая Останавливались В деревнях На лыжах Садились И в деревнях Где жили Люди малой национальности Вот это было Настолько удивительно Они о футболе Возможно Мало чего слышали Но даже у них Откуда Не знаю Были записи Высоцкого И человек У которого была Хоть одна кассета С Высоцким Тот считался Ну королем Тузом Не знаю Самым главным человеком И что еще удивительно Не надоедало Можно было Целый год слушать Даже одно и то же Мой друг уехал в Магадан Снимите шляпу Снимите шляпу Уехал сам Уехал сам Не по этапу Не по этапу Не то, чтоб другу не везло Не чтоб кому-нибудь назло Не для молвы, что мол чудак А просто так А просто так Быть может кто-то скажет зря Как так решиться Всего лишиться Ведь там сплошные лагеря А в них убийцы А в них убийцы Ответит он Не верь молве Их там не больше, чем в Москве Потом уложит чемодан И в Магадан И в Магадан Не то, чтоб мне не по годам Я прыгнул ночью Из электрички Но я не еду в Магадан Забыв привычки Закрыв кавычки Я буду петь под струнный звон Про то, что будет видеть он Про то, что в жизни не видал Про Магадан Про Магадан Мой друг поехал сам с собой С него довольно С него довольно Его не будет бить конвой Он добровольно Он добровольно А мне удел от Бога дан А может тоже в Магадан Уехать с другом заодно И лечь на дно АПЛОДИСМЕНТЫ В знаменитом фильме Александра Митты Как царь Петр Ара поженил, где Высоцкий сыграл Одну из главных ролей Худсовет не утвердил Ни одной его песни Разбойничья песня Так и не прозвучала в фильме Но сегодня она будет звучать Здесь у нас в парижском кафе И споет ее для вас Надежда Бабкина И группа После 11 Аплодисменты Аплодисменты В распутной полости Валютой злой губернии Вы подали молодцу Аплодисменты Все шипы Да терни Он набитый Зачерпнул 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 Ой, пригоршни Ну а коря Что хлебну Ой, не бывает горше Пей отраву Хоть залейся Благо денег не берут Сколь веревочка не лейся Все равно совьешься в гнут Все равно совьешься в гнут Гонит неудачника По миру с котомкою А жизнь течет меж пальчиков Паутинкой тонкою О которых повело, повлекло Эх, по лихой дороге Тех ветрами сволокло Рядником во строги Тут на милость не надейся Стиснув зубы дотерпеть Сколь веревочка не весят Все равно совьешься в плеть Все равно совьешься в плеть Ах, лихая сторона Сколь к тебе не рыскаю Холодное место ты красно Доберев ты скользкою А повешенным сам дьявол сатана Пятки лижет Эх, досада мочесна Мочесна Ни по жизни выжить Ты не вой, не плачь, а смейся Ха-ха-ха-ха Звезды нынче не простят Сколь веревочка не весят Все равно укоротят Все равно укоротят Ночью думаем муторней Плотники не мешают Не успеть за утренней Вольно рано не сдают И об этом не жалей, не жалей Что тебе, осрочек, как А на веревочке твоей Нет ни узелочек Лучше рядом погрейся Я, мол, казни не просплю Сколь веревочка не весят Оставьешься ты в петлю Оставьешься ты в петлю Оставьешься ты в петлю Оставьешься ты в петлю 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ За этим столиком Маргарита Терехова Народная артистка России Елена Проклова Заслуженная артистка России АПЛОДИСМЕНТЫ И Лариса Лужина Народная артистка России АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, Лена, значит, мы с тобой играли фильм «Единственное» И я в окно увидел, как Владимир Высоцкий поет тебе что-то, и я так думал, что он тебя соблазняет Вот, расскажи мне про любовь Высоцкого к тебе Ну, ты сам знаешь, что на сцене, на экране играет любовь, нет ничего страшнее Да Нет ничего страшнее, потому что подлинность этого чувства нельзя не подменить, не подкупить, не изобразить Почему очень многие актеры просто обязаны немножечко влюбиться в своего партнера, чтобы это было естественно Ты согласен? Это уже интересно, это уже интересно А что ты так на меня смотришь? А разве мы с тобой не были чуть-чуть влюблены для того, чтобы правду играть в этом фильме? Я не знаю, как вы, Лена, а я был не чуть-чуть влюблен Все уверены, что мы с Володей Высоцким играли любовную сцену Я честно рассказываю, как это было Володя был увлечен, Мариной Владей жил в Париже У меня было дикое количество спектаклей в Москве Когда назначали съемку, и я прилетала в Питер, а съемки шли именно там, Володя в это время не мог вылететь из Парижа Поэтому моим партнером, когда снимали мой крупный план, был Хейфикс и читал текст Высоцкого И поэтому мне приходилось играть с воображаемым партнером, а Хейфикс еще был в очках и все время читал этот текст А когда успевал прилететь Володя из Парижа на эти съемки, у меня был спектакль в Амхате, я была в Москве И опять сидел Хейфикс, изображал Елену Проклову с тем же текстом И как Володя потом говорил, боже мой, вот это, наверное, был самый тяжелый и адский момент в моей жизни, признаваться в любви взрослому, пожилому, можно уже сказать, мужчине Я себя чувствовала очень некомфортно И нам удалось перестечься всего лишь один раз На съемках этой картины эти объятия сняты, а все остальное мы играли в рост Маргарита Борисовна, фильм четвертый Вы там тоже были любимой женщиной, героя которого играл Володя Ну, во-первых, его не любить нельзя было, вообще не любить А на самом-то деле, ну, мы мало, все равно общались-то, мало Скажи, а вот помимо съемок, ну, здесь же еще, вот съемки кончились, это же экспедиция, наверняка в гостинице вместе жили Ну, понимаешь, ну, там же была уже Марина Эх, была Марина Эх, и все, вот он и вот она вот так с ним ходит Вот так вот А почему вот так ходит? Ну, потому что он ниже ее Она же на каблуках Она бы облокачивалась Она бы вот так вот облокачивалась А я хочу рассказать момент, когда я впервые с Володей познакомилась Ну, конечно, я переживала, он очень известный был к тому времени уже человек Его песни звучали везде И когда первый день мы приезжали на утверждение, на опробы в Питер Я всегда такая собранная, я первая выбегаю всегда из поезда Ты знаешь, в Питере всех артистов собирают около головного вагона И пока все не собрались, артисты стоят Вот я первая вышла и жду, думаю, боже мой, Высоцкий, прям вот эта вот живая легенда Я сейчас его увижу Уже все стрелы пришли, все люди вышли, никого, тишина, зимний пустой перрон И вдруг издали, издали из последнего вагона такие две одинокие фигуры Медленно по снегу, в пургу приближаются к этому головному вагону И я вижу, идет красавец Мне тогда он показался ужасно высоким Дубленка в пол, такая расстегнутая Белоснежный шарф, который даже немножко за ним подметает эту дорогу С гитарой, что-то такое, она на перевес Такое романтичное, я думаю, боже мой, в этого человека невозможно не влюбиться А потом так выглядываю, а за ним идет Марина Влади в роскошной песцовой шубе И тащит за собой два чемодана Лаиса Анатольевна, Высоцкий был вашим партнером по фильму «Вертикаль» Говорят, что вы как-то не очень так принимали его творчество поначалу У нас по картине Володя меня не любит Совсем Он просто там, наоборот, издевается надо мной Собственно, он ко мне там очень иранично относится А по жизни, может быть, и был что-то такое Он, конечно, там проявлял какое-то внимание Мне казалось, что он... А он даже посвятил вам песню Володя тогда, когда он ко мне там присоптался за мной, что-то ухаживает, какие-то цветы дарил Но это все происходило в горах И, может быть, я сейчас думаю, вот если бы Володя был бы понастойчивее чуть-чуть Ах, понимаете? Вот так обидно, что... Валер, я думаю, может быть, я помогла сегодня сказать, что я была любимой женщиной Владимира Семеновича Высоцкого В 1964 году Владимир Высоцкий пришел устраиваться на работу в театр на Таганке И в спектакле «Микрорайон» он услышал свою песню А в программке было написано, что эта песня народная Высоцкий пытался всех убедить, что эту песню написал он Но ему никто не верил И даже пытались доказать, что эту песню в древние времена пели заключенные царской каторги Сегодня народную песню Владимира Высоцкого исполняет народный артист России Валерий Золотухин В тот вечер я не пил, не пел Я на нее вовсю глядел Как смотрят дети Как смотрят дети А тот, кто раньше с ней был Сказал мне, что б я уходил Сказал мне, чтоб я уходил Что мне не светит А тот, кто раньше с ней был Он мне грубил, он мне грозил, а я все помню Я был не пьяный, когда я уходить решил Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши Ведь слишком рано, но тот, кто раньше с ней был Меня, как видно, не забыл И как-то в осень, и как-то в осень Иду с дружком, гляжу, стоят Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд Их было восемь, со мною нож Решил я, что ж, меня так просто не возьмешь Держитесь, гады, держитесь, гады Зачем задаром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда Так было надо Но тот, кто раньше с ней был Он эту кашу заварил Вполне серьезно, вполне серьезно Мне кто-то на плече повис Валюха крикнул, берегись Валюха крикнул, берегись Но было поздно За восемь бед один ответ В тюрьме есть тоже лазарет Дяд там валялся, дяд там валялся Врач резал вдоль и поперек Он мне сказал, держись, браток Он мне сказал, держись, браток И я держался Разлуком, мигом пронеслась Она меня не дождалась Но я прощаю Ее прощаю Ее, как водится, простил Того ж, кто раньше с нею был Того ж, кто раньше с нею был Не извиняю Ее, конечно, я простил Того ж, кто раньше с нею был Того ж, кто раньше с нею был Я повстречаю Ой, Вань, гляди, какие клоны Рот хоть завязочки пришей Ой, до чего ж Вань не размалеванный И волос, как он кашей А тут похожи Нет, правда, Вань На Шурина такая же пьянь Не, нет, ты глянь Нет, ты глянь Ты правда, Вань Послушай, Зин, не трогай Шурина Какой не есть, а он родня Сама намазана Прокурена Гляди, дождёшься, увидела А чем болтать, взяла бы Зин В антрак сгонял в магазин Что, не пойдёшь? Ну я один Подвинься, Зин Ой, Вань, гляди, какие карлики Ха, джерси одеты, не в шевьё На нашей пятой швейной фабрике Такое вряд ли кто пошьёт А у тебя, либо у Вань Но все друзья такая рвань И пьют всегда в такую рань Такую дрянь Мои друзья хоть не в Болонии Зато не тащут из семьи А гадость вон пьют из экономии Хоть поутру, да на своей А у тебя за мной-то, Зин Приятель был с того души Да кто-то вообще клебал в бензин Да вспомни, Зин Ой, Вань, гляди-ка, попугайчики Нет, я и Богу закричу А это кто, короткой мальчки? Я, Вань, такой уж хочу В конце квартала, правда, Вань Ты мне такой уж и сваркаешь А что, отстань, опять отстань Обидно, Вань Ой, уж ты бы лучше помолчала бы Накрылась премия в квартал Кто мне писал на службу жалобы, а? Не ты? Да я же их читал К тому же, еду майку, Зин Тебе на пять позор, Ахим Тебе жить я пойду, Дершим Где день, Зин Ой, Вань, умру от акробатика Гляди, как вертится нахал За всех это наш, товарищ Сапчухов Недавно в клубе так скакал А ты придешь домой, Иван Поешь и сразу на диван Или вот кричишь, когда не пьян Ты что, Иван? Ты сильно хрупо снарываешься Все сильно пейдеть наравишь Тут за день так на кубург Коишься, понимаешь Придешь домой, там ты сидишь Ну, и меня, конечно, Зин Все время тянет в магазин А там друзья И держу, Зин Не пью, один Блин, Зин Ну, ты даешь О, молодец какая, а Ну, наливай Эх Водка без пива, деньги на ветер Ну, давай, вздрогнем Ты, смотрите, красотыли Ты моя Будь здоров Будь здоров В прошлом 2009 году Исполнилось 30 лет Со дня выхода на экраны фильма Место встречи Изменить нельзя Жеглов, Шарапов, Фокс Горбатый Стали героями советского Милицейского эпоса И за этим столиком сидят актеры Которые снимались в этом фильме Это народный артист России Владимир Алексеевич Конкин Заслуженная артистка России Светлана Афанасьевна Светличная И, конечно И, конечно, Станислав Сергеевич Говорухин Репетер, сценарист, актер, депутат Государственной группы Станислав Сергеевич Всегда такие легендарные картины Обрастает всякими слухами, домыслами Вот говорят, что некоторые эпизоды Будто бы, когда вы уезжали на кинофестиваль Или по каким-то делам Снимал бы Сотский Было ли это на вашем фильме? Ну, ты же помнишь, он готовился снимать Зеленый фургон Как режиссер Ну и, понятное дело, волновался немножко Я сказал Хочешь, хочешь, сними вот Два-три эпизода Нет, ты будешь мне мешать Я буду тебя стесняться Я говорю, да я в павильон не зайду Никуда я не уезжал Мне действительно хотелось зайти в павильон Но я, так сказать, дал слово и сдержал его И три дня он снимал И они вошли в картину Эти четыреста полезных метров он снял Я могу напомнить эпизоды, которые он снял Это допрос Фокса Потом сцена с Груздевым Освобождение Груздева он снимал Освобождение Груздева Когда приходит его жена Да, да, да Кстати, моя жена Да, твоя Бывшая Владимир Алексеевич, говорят, что вы ввели дневник во время этих съемок Так ли это? Ну, я всю жизнь веду дневники Это не доносы, а письма к своей собственной совести А что там записано о Высоцком в ваших дневниках? В период этой картины он не выпивал абсолютно То есть, сказать, у нас были постоянно какие-то застолья День рождения, Светочки, Светличник, Володя Конкина То есть, каждый день Съемочная группа большая И поэтому каждый день были чьи-то дни рождения Семенович никогда с нами, так сказать, ничего этого не вкушал Но однажды он пришел ко мне в номер С бутылкой сухого вина Я был с ним очень изумлен Потому что этой практики у нас не было Таких взаимоотношений Он пришел с этой бутылкой вина А у меня лежал сценарий открытый И я писал для себя наброски характера Шарапова Как я понимаю его, что это человек, так сказать, из новой эры милосердия Что достойный мужчина, так сказать, нравственно чистый И так далее, и так далее Какой-то лепет, в общем, писал И он взял этот сценарий Прочитал, значит, мои все эти арабески по этому поводу Говорит, мура все это И я на него очень обиделся Потом, что он делает Он вообще был потрясающий человек Он иногда обижал людей И меня в частности Но никогда не извинялся Это, наверное, ты тоже знаешь Он не извинялся вот так, в смысле Извини, пожалуйста, я был неправ, там и так далее Он или мимо пройдет, так раз там Локотком толкнет, мол, ну старик Ну что ты дуешься там и так далее И он понял, что он меня все-таки Немножечко обидел этой фразой Что мура все это Он, значит, открывает эту бутылку сухого вина Два стакана граненых стояло в номере Он наливает, значит, один полный Другой чуть-чуть донышко, значит, прикрывает Говорит, ну ладно, за твою не обиду И вот эту, значит, крошечку, которую он там нюхнул Он даже не стал ее вкушать Говорит, а вот ты до дна Светлана Апанасовна Ваша роль в этом фильме небольшая, но очень эмоциональная Вам нужно было плакать, переживать Я, как актриса, знаю, что в этот момент очень важно, какие рядом с тобой партнеры Станислав Сергеевич, он как бы знал, что я справлюсь, что там все написано Ну и не волновался А Володя Подошел, по-моему, даже к Славе и сказал Знаешь, что эту сцену надо снимать не в комнате, а на кухне Потому что я знаю женщин лучше тебя Говорит, если женщина что-то переживает Или какая-то трагедия происходит Она или моет, или стирает, или ест И я так ему благодарна, потому что мне в руки дали тарелку и полотенце И поэтому, когда Жеглов спрашивал меня И еще самое потрясающее Это тоже достойно, так сказать, благодарности до конца моей жизни Володя сказал, когда там был написан текст, что Надежда Петровна, вот скажите, там все официально И вдруг Володя говорит Надюша, ну вот скажите Вы знаете, и мне показалось, что я главная в этой сцене Что я самая-самая И что это Надюша Сейчас я все расскажу И мне было так уютно Мне было так прекрасно И я себя такой великой артисткой чувствовала в этот момент Спасибо, спасибо Внешняя правда в красивых одеждах ходила Принарядившись для сирых блаженных коллег Грубая ложь эту правду к себе заманила Мол, оставайся, коты, у меня на ночлег И легковерная правда спокойно уснула Слюни пустила и разулыбалась во сне Хитрая ложь на себя Хитрая ложь на себя Если, конечно, и ту и другую раздеть Выплела ловко из коз И прихватила одежды, примерив на глаз Деньги взяла Деньги взяла и часы И еще документы Сплюнула, грязно ругнулась И вон подалась Только к утру обнаружила Правда пропажу И поделилась себя Оглядев делово Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу Вымазал чистую правду А так ничего Правда смеялась Когда в нее камни бросали Ложь это все И на лжи одеяние мое Двое блаженных коллег Протокол составляли И обзывали дурными словами ее Тот протокол заключался Обидной тирадой Кстати, навесили правде Чужие дела Дескать, какая-то мразь Называется правдой Ну а сама пропилась Проспалась догола Голая правда Правда в речах его правды Наломанный грош Чистая правда Со временем Глядь, а штаны твои Носит коварная ложь Глядь, на часы твои Смотрит коварная ложь Глядь, а конем твоим Правит коварная ложь Я рад представить Выдающегося режиссера Актера Никиту Сергеевича Михалкова Я ведь знаю, что Вы были соседем Какой он был сосед По трезвому Ну как бы каждый занимался Своим делом А по нетрезвому Ну конечно, так сказать Что-то я тебя давно не видел Заходи ко мне А я прихожу А там уже все Накрыто И уже часть Так сказать Уже Вышли Выпали в осадок Мы дружили Но Все равно Эта дружба была Именно как сосед Я очень любил его песни Был на концертах На его И люди собирались А в чем мне вам рассказывать Просто послушать Высоцкого Ставился Нева Или как он так назывался Комета Магнитофон Комета И люди сидели И просто подряд Его слушали Выпивали Вот это Под него Жила страна Ой, как здорово Ну действительно Жила страна Под него Я приехал В город Маленький Юрьев Маленький совсем Городок Воскресенье Перекресток Улица Клары Цеткин И Роза Люксембург И в окне Сидит человек Так сказать В майке Такой уже Хороший Так уже Так обновившийся Значит У него магнитофон Звучит на всю улицу Володиной песни Я говорю Здорово Он говорит Здорово Я говорю Слушай, скажи пожалуйста Ты знаешь, что такое Клара Цеткин Он говорит Нет Я говорю А Роза Люксембург Нет А зачем тебе Ты кого ищешь Я говорю Нет Просто спросил Я говорю А кого ты знаешь Говорит Да вот Вовку знаю Высоцкого У нас было равное Друг другу уважение Я имею ввиду Даже не сравнение Так сказать Величин Он Высоцкий Там я Начинающий И так далее А вот уважение Человеческое Мужское Оно было Вообще Очень много Зависит от того Как человек ведет себя В разных ситуациях Вообще Я считаю Что есть три теста Проверки мужчины Как он себя ведет Ну из тех Кто играет в теннис Как он себя ведет На корте Особенно Когда проигрывает Как он себя ведет На охоте Как делят дичь И как человек Уважает или не уважает Выстрел Природу Как он себя ведет За столом Раньше еще было Как он себя ведет За границей Особенно В туристических Поездках Как мужчина Себе ведет Понимаешь Владе Он только за себя Или берет на себя Да хрен с ним Не куплю Но Так сказать Почувствую себя мужиком Вот в этом смысле Я думаю Что Володя Не играл в теннис Не знаю Был ли он на охоте Но убежден совершенно Что за границей И за столом Он был мужчиной Во всех проявлениях Так сказать И хлебосольства И уважения К тем Кто вокруг И вообще уважения К тому Кем ты себя чувствуешь В окружающем мире В этом смысле Он конечно Цельней Цельнейшая личность Аплодисменты Аплодисменты На братских могилах Не ставят крестов И вдовы на них Не рыдают К ним кто-то приносит Букеты цветов И вечный огонь Зажигают Здесь раньше Вставала Земля на дубы А нынче Гранитные Плиты Здесь нет ни одной Персональной Персональной Судьбы Все судьбы В единую Слиты А в вечном огне Виден вспыхнувший танк Горящие русские хаты Горящий Смоленск И горящий Рейхстаг Горящие сердце Солдатов У братских могил Нет заплаканных вдов Сюда ходят люди Покрепче На братских могилах Не ставят крестов Но разве от этого Лечь? На братских могилах Не ставят крестов Но разве от этого Легче? Лечь Моя 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 АПЛОДИСМЕНТОВ Диск «Гигант Высоцкого. Натянутый канат» получил мгновенные восторженные отклики слушателей и средств массовой информации. На одном из каналов французского телевидения Владимир Высоцкий дал интервью. Он отвечал на вопросы, говорил по-французски и, конечно же, пел. Эта уникальная запись, которую вы сейчас увидите, демонстрируется в России впервые. А теперь мы хотим устроить всем, в том числе и самим себе, замечательный сюрприз. Я представляю вам этот набор пластинок Владимира Высоцкого для друзей Володи. Вот сейчас он находится рядом со мной. Он одновременно является поэтом, актером и автором, композитором-исполнителем. То есть три в одном. И приехал он к нам из Советского Союза. Еще он является и мужем Марины Влади. Но известен он нам стал совершенно по другой причине. Я счастлив видеть вас здесь. Вы не часто бываете здесь у нас, хотя, я думаю, скоро вернетесь. Вы вернетесь к нам, приедете играть в спектакли, играть Гамлета. Да, я приеду, я приеду в октябре с труппой. С Таганкой, с театром на Таганке. Да, с театром на Таганке. Это очень известный в Москве театр. Такой поэт, певец и еще друг Максима Лефрестье. И я хочу сейчас прочесть, что Максим Лефрестье говорит о Высоцком. Высоцкий – это часто произносимое в Советском Союзе имя. И меньше на радио, но больше в домах, в сердцах, в самом духе времени. И эти песни живут, они просачиваются, они передаются из уст в уста и по памяти. На магнитофон кем-то, кто знает кого-то, кто знает его, и кто-то, кто встречал его лично. Потому что Высоцкий пишет для всех. Потому что он пишет обо всем, что видит. Быстро, как будто не хватает времени. С неиссякаемой энергией, его чрезвычайного положения. Это прекрасный текст, который очень много значит. Это ведь мой друг Максим. Ваши песни, я знаю, что они все Ваши, и они здесь переведены. Вы их уже все пели там у себя, в стране? Да, Вы уже пели «Охоту на волков». «Охоту на волков». Просто здесь это совсем новая песня. Да нет, это довольно старая песня. Мы хотели послушать эту песню, и послушаем Вас, Владимир. Я могу начинать на Ваше усмотрение. Пожалуйста. Рвусь из сил, из всех сухожилий. Но сегодня, опять как вчера, Обложили меня, обложили. Гонят весело на номера. И из-за ели хлопочут двустволки. Там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков. Идет охота на серых птичников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают цитарботы. Кровь на снегу и пятна красная в башков. Ненарабных играют с волками. Егеря, но не трогнет рука. Оградив нам свободу флажками, Бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции. Видно в детстве слепые щенки. Мы волчата, засали волчицу. И всасали нельзя за флажки. И вот охота на волков. Идет охота на серых птичников, Матерых и щенков. Кричат загонщики и лают цитарботы. Кровь на снегу и пятна красная в башков. Я из поминовения вышел за флажки. Жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал Удивленные крики людей. Рвусь и силу, и все сухожили. Но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили. Но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков. Идет охота на серых птичников, Матерых и щенков. Кричат загонщики и лают цитарботы. Кровь на снегу и пятна красная в башков. О Владимире Высоцком можно говорить снова и снова. И хочется слушать и слушать его песни, которые нас радуют и тревожат. Возвращают нас к жизни и спасают наши души. И открывать в них что-то новое, для каждого свое. Потому что в них есть ответы на все вопросы. Песни Высоцкого звучали, звучат и будут звучать повсюду, где есть смелые и отважные люди, которые идут по жизни своей колеей и не боятся трудностей. И пока они звучат, Владимир Высоцкий с нами. И значит, жизнь продолжается. АПЛОДИСМЕНТЫ Где твои семнадцать лет на Большом Каретном? Где твои семнадцать бед на Большом Каретном? А где твой черный пистолет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот пол жизни потерял, Кто в Большом Каретном не бывал еще ведь. Где твои семнадцать лет на Большом Каретном? Где твои семнадцать бед на Большом Каретном? А где твой черный пистолет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном? Переименован он теперь. Стало все по-новой там, верь, не верь. И все же, где б ты ни был, где ты не бредешь. Нет, нет, да по Каретному пройдешь еще ведь. Где твои семнадцать лет на Большом Каретном? А где твои семнадцать бед на Большом Каретном? А где твой черный пистолет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном? Где твои семнадцать лет на Большом Каретном? А где твои семнадцать бед на Большом Каретном? А где твой чёрный пистолет? На Большом Каретном А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном Где твои семнадцать лет? На Большом Каретном А где твои семнадцать лет? На Большом Каретном А где твой чёрный пистолет? На Большом Каретном А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном Где твои семнадцать лет? На Большом Каретном А где твои семнадцать лет? На Большом Каретном А где твой черный пистолет? На Большом Каретном А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном